Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите представить вашему вниманию работу на тему «Ожирение как проблема хронического микроэлементоза». Неправильное питание – это глобальная проблема, которая досталась нам из XX века. Привела к широкому распространению таких заболеваний, как ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, опухоли, болезни суставов и прочие заболевания. Выдержка из доклада Всемирной организации здравоохранения по ожирению. Избыточную массу тела или ожирение в настоящее время выявляют очень часто. Эта проблема оттеснила на второй план традиционные проблемы здравоохранения, такие как недоедание и инфекционные болезни, которые всегда более других влияли на здоровье населения в целом. Почему же так произошло? Во-первых, изменился характер питания, во-вторых, увеличилась его калорийность и, в-третьих, снизилась двигательная активность. По данным Роспотребнадзора, только 3% людей не имеют нарушений минерального обмена. Которые, в свою очередь, являются первопричиной или индикатором примерно 95% всех известных заболеваний, что видно на диаграмме. Более 300 миллионов человек во всем мире имеют проявление йодного дефицита. У часто болеющих детей дефицит цинка наблюдается в 80-90% случаев. Среди детей и подростков, испытывающих хронический дефицит микронутриентов. В России наиболее часто встречаются дефициты цинка, меди и марганца, а также избыток кадмия, свинца, мошьяка и ртути. Все микроэлементы можно классифицировать по жизненной необходимости. Это эссенциальные, условноэссенциальные, токсичные и потенциально токсичные микроэлементы. К эссенциальным микроэлементам относятся железо, йод, медь, цинк, кобальт, хром, молибден, селен и марганец. Целью нашего исследования являлось изучение особенностей микроэлементного состава у детей с ожирением. Было обследовано 20 детей с экзогеноконституциональным ожирением 2-3 степени в возрасте 9-17 лет. Из них 6 мальчиков и 14 девочек. Был проведен анализ дневников питания, изучены жировой и углеводные обмены с помощью биохимического анализа крови. А именно изучался липидный спектр и показатели гликемии. Проведена оценка клинического статуса. Определены индекс массы тела и коэффициенты стандартного отклонения. Определен микроэлементный состав метода масс-спектрометрии волос. Системная диагностика нарушения минерального обмена проводилась по методу скального, который включает определение содержания более 25 жизненно важных, эссенциальных и токсичных микроэлементов в организме пациента. По результатам исследования был выявлен несбалансированный состав рационов детей. В пище присутствовал избыток жиров за счет чрезмерного употребления хлебобулочных, кондитерских изделий, а также блюд фастфуда. Также было выявлено недостаточное содержание белков и дефицит микронутриентов за счет малого потребления овощей и фруктов. Цинк встречается в 200 ферментах и отвечает за обмен веществ, в частности белковый, углеводный, минеральный, обмен витаминов, участвует в кислительно-восстановительных реакциях и за перенос электронов. Кобальт отвечает за обмен катехоламинов при участии кальция и магния, а также потенцирует адрена- и норадренолитические эффекты. При нарушении баланса марганца возникает анемия, сахарный диабет второго типа, задержка психического развития, задержка роста, дефицит массы тела, дистрофия миокарда и бесплодие. Избыток меди приводит к дефициту цинка, молибдена и марганца. При обследовании у 70% детей была выявлена инсулинорезистентность, гиперхолестериномия была выявлена у 80% детей, у 30% детей было выявлено снижение липопротеидов высокой плотности и увеличение липопротеидов низкой плотности. Гипертриглицеридемия выявлялась у 50% детей. Также был выявлен стриарный синдром и акантозис негриканса. Были выявлены дефициты следующих микроэлементов. Кальций, цинк, селен, кремний, медь, магний, йод, железо и хром. Микроэлементозы носили сочетанный характер и степень их выраженности варьировала от умеренной до выраженной. У одного пациента отмечалась комбинация микроэлементоза, калия, натрия, марганца, йода, кобальта с дефицитом витамина D. У детей младшего школьного возраста, у которых было 8 человек, был отмечен дефицит натрия, калия и марганца. В старшем школьном возрасте отмечено усугубление дисбаланса следующих микроэлементов – йод, кальций, кобальт, медь, цинк и другие. Из них у 8 пациентов было выявлено повышение кальция, магния, марганца, меди у 4 уровня цинка. Это связано с избыточным их выведением из организма. Дефицит марганца встречался у 70% обследуемых. Калия и натрия в 40% случаев, йода, кремния, кобальта и молибдена в 20% случаев, а магния, селена, фосфора и хрома в 10% случаев. Среди меньшего числа пациентов были выявлены пограничные значения микроэлементов – йода и кобальта в 60% случаев, калия в 30% случаев, магния и натрия в 20% и железо и кремния в 10% случаев. Исходя из проведенного нами исследования, можно сделать следующие выводы. У пациентов с ожирением отмечались выраженные формы комбинированных микроэлементозов, несмотря на превышение суточной калорийности меню. Полученные данные свидетельствуют о необходимости коррекции баланса микронутриентов главным образом за счет нормализации диеты и режима питания, а также модификации образа жизни. На данном слайде представлен журнал «Микроэлементы в медицине». В данном журнале можно найти всю актуальную и последнюю информацию по поводу микроэлементов. Данный журнал выпускается на русском и английском языках и выходит 4 раза в год. Спасибо за внимание.